всем привет сегодня у нас речь пойдет о таком пневматическом пистолете который очень востребован который все ищут сейчас на рынке его практически не найти только был и по очень высоким ценам и вот в мою коллекцию попал пистолет мр шестьсот пятьдесят шесть он же пистолет это русский токарев самозарядный пистолет разработанный в 1930 году конструктором федором васильевичем токарев первый самозарядный пистолет отечественной разработки приняты на вооружение в 1931 году вместе с патроном 762 на 25 производство пистолета было прекращено в 1952 году связи с принятием на вооружение 9-мм пистолета макарова и так прежде чем начать напомню что я занимаюсь в принципе внешним и внутренним тюнингом страйкбольных пистолетов пневматических пистолетов страйкбольных приводов покраска гравировка полировка покраска ммг и схп готовые работы можно посмотреть у меня на сайте заказать тюнинг ваших девайсах можно вы кайф телеграме ссылочки как и ссылка на сайт в описании под видео мне достался очень интересный экземпляр то есть я сразу скажу как-то я никогда не стремился заполучить его в коллекцию я не очень такой фанат как бы вообще русского оружия и весьма прохладно к этим всем вещам отношусь но как ни крути когда он попал ко мне в руки прямо аж так пахнула кусочком истории то есть я не смог себе отказать его купить в коллекцию то есть чем он у нас интересен эти пистолеты делались полностью переделка из боевых пистолетов производства ссср их было выпущено достаточно ограниченная партия были достаточно быстро раскуплены и теперь как я уже сказал они есть только на вторичном рынке были версии у них разные они все собирались не то что брался прямо боевой пистолет и переделывался в тематику этом рамка от одного пистолета затвор от другого столика третьего номера разные года разные где-то что-то не совпадает мне же достался вариант гей рамка и затвор одного года 1943 года на нем есть клейма ремонте здесь вот они хорошо просматриваются еще какие-то клейма честно говоря значение их я так и не нашел что значит конкретное клеймо но то что это клей и клейма о том что пистолет ремонтировался это точно то есть его держу в руках и 43 год это у нас значит военного времени пистолет и мне нравится думать что какой-нибудь офицер в общем-то в честном бою застрелил из него какого-нибудь фашиста до пистолет это это был пистолет только офицеров у рядовых пистолетов не было как ни крути еще раз повторюсь историческую ценность этот пистолет имеет и как бы я был равнодушен к этим всем вещам но первый раз прямо взял в руки и прям так вот прям почувствовал не знаю какой-то прямо вдохновление какое-то на этой версии также у меня что сделано значит ижевск одно время когда их переделывал в пневматику он делал второй пропил на затворе под затворную задержку для чего это сделано потому что на родную затворную задержку его поставить нельзя потому что там на стволе я попозже покажу такая сделана втулка то есть просто он у нас до этого положения не доходит вот они делали второй зуб вот здесь ну то есть докуда он доходит в теории можно эту втулку проточить и пистолет будет вставать на родную затворную задержку но тут есть один нюанс если вы не дай бог оставить им пистолет на затворную задержку и нажмите спуск пистолет заклинит так что вы его больше не сможете разобрать будет проблематично все это починить поэтому они чтобы оставить функцию затворной задержки и предотвратить вот этот вариант событий развития пропиливали 2 зубик мне честно говоря это не парит здесь опять же можно либо пропилить зуб если вы не своем уме и хотите попортить затвор родной либо проточить втулку я этого делать не собираюсь и считаю что это не нужно значит еще специфика этого пистолета многие жалуются жалко что он как 654 не стреляет самовзводом но это специфика в см пистолета т.т. боевого у него нет самовзвода у него такой с.м. то есть у него взвод производится при выстреле то есть когда затвор откатывается он взводит курок других вариантов выстрелить там нет перед первым выстрелом навсегда надо взвести затвор или курок других вариантов нету что по самому значит пистолету как пневматике из коробки он конечно же стреляет ужасно куча зазоров магазин ходит ходуном в принципе там какие-нибудь 80 90 метров он из коробки выдает это все-таки больше ммг с возможностью пострелять то есть в принципе стрелять из него мало интереса этими медными шариками особой точности нет вводить постоянно курок но есть эта функция есть и желание все это можно допилить доточить поставить там уплотнители подогнать магазин в интернете куча гайдов как сделать я честно говоря не хочу менять ничего вот как он есть из коробки так есть тем более еще раз повторюсь экземпляр очень удачный давайте посмотрим что у него внутри значит у меня скажем так вот этот зацеп уже отодвину то что двигается достаточно сложно снимаем мы с него вспомнить бы как затворную задержку снимаем затвор вот у нас осталась рамка внутри см очень простой у пистолета т.т. его можно просто вынуть и все вот все что здесь какой у см да еще забыл сказать магазин в отличие если вы мр 654 вы можете запихать магазин у ради антуража от боевого пистолета или там от из кашки который идентичен боевого то в этот пистолет от боевого т.т. вы магазин не засунете тут мешают вот эти вот детали в теории их можно вынуть и магазин будет туда вставляться многие даже делают интеграцию вот этого магазина в обычный боевой но это опять же дело вкуса и энтузиазма что значит у нас по затвору здесь у нас значит находится возвратная пружина с направляющей и втулка удерживающая ствол и сам ствол вот как раз таки вот про эту втулку которая мешает постановлению на родную затворную задержку я и говорил вот она вот у меня между пальцев ствола тоже есть номер что тут наварено подварено но в принципе все достаточно аккуратненько собираем значит в обратном порядке очень похоже собирается как кольт 1911 давайте защелку показал разбирается защелку защелку все до в холостую здесь производить спуск тоже не рекомендуется может выйти из строя ударник достаточно проблематичного будет найти поэтому если вы уж и возвели лучше снимать со взвода вот так аккуратненько так целик здесь стоит у всех это пистолетов было так стоит не родной стоит от пмки честно говоря не знаю чем они руководствовали скорее всего спецификой пневматики чтобы было удобно целиться хотя не знаю может какие-то у них были другие мотивы но поменять целик на родной тоже не проблема также у нас нет как по умолчанию на мр что 54 здесь у я уже сделан имитатор выбрасывателя здесь нет можно взять какой-нибудь просто гвоздь и сюда вклеить у меня в принципе есть выбрасыватель от боевого пистолета можно его по идее сточить вклеить сюда вводить но все лень этим заниматься по по крайней мере он у меня есть будем смотреть как пистолет стреляет ну давайте посмотрим это полетят ко мне в мой огород как хорошо все было смазано закрутилась даже без шика смотрите какой у меня есть лайфхак думаю многих кто то есть кто не знает что отводим пружину что так сюда подносим и засыпаем сюда шар и весьма удобно все посмотрим ну примерно как-то так но опять же повторюсь стрелять из него особо не хочется так если иногда побаловаться то есть постоянно из него лупить не вижу никакого смысла так он больше как историческая какая-то ценность как макет потому что он ммг более плохого качества стоит достаточно дорого тут еще и можем шариками полепить слава богу они не затирали не маркировки не клейма то есть он сделан очень очень хорошо думаю мне здесь больше добавить нечего следующий ролик и сниму а я на 654 у меня уже очень давно тоже еще вариант который делался из былого пистолета все никак не находил времени снять ролик обязательно сниму ну на сегодня всем спасибо за просмотр смотрите другие мои видео ставьте лайки подписывайтесь подписывайтесь на канал